Сейчас, друзья, я вас познакомлю с маленьким чудом. Последние дни августа в Сараногорский рынок Кодры. Делаю вид, что я не снимаю. Я договорился с хозяином, что он не разрешит сфотографировать. Какой телефончик? Мы люди серьезные, я блогер. Это будет 5401 фильм. Значит так, вы разрешили снять. Вы сказали, что эти сливы черемушек. А так как я маленько в этом разбираюсь, я вам говорю, что у вас выдающийся сорт. Выдающийся. Дело в том, что... На нектаринке похожи? Да, похожи. Почему? Потому что они голенькие. И многие иногда подозревают, что сливы и нектарины это родственники. Вот. И сейчас такое время настало, что... Вот мне 74 года стукнуло. Все меня знают. Сараногор знает сотни передач по телевидению. Это слива с абрикосом. Правильно. Я вот здесь. Нет, но это только версия. Это только версия. Что нектарины это... Вы скрестили таким весь. Вы скрестили. Папа. А? Папа. А где папа? А? Это было в году в втором году. На кладку. Так получается, у вас есть настоящий гибрид нектарина. То есть гибрид слива с нектарины. Саприкосом. Ёлки-палки. Да это... Так его уже нет. Так его нет. А само дерево-то есть? Ну, дерево есть. А где плоды? Ну, увезли домой в деревню. То есть... Ну, дочь забралась. Увидеть их уже не... Увидеть их уже невозможно. А, дорогой. Жалко. Ну, ладно. Я, в общем-то... Вы, может, меня не так поняли. В принципе, в науке считают, что многие подозревают, что да, что нектариня есть где-то слива. Это слива. Это слива. Просто... Вот такая слива. Просто это. Вот это чернослив тоже крупный. А это слива. Чернослив. Ну, в общем, мы с вами... Смеры запросто. Запросто. Вот. Это слива. Я не спорю. Название сорта не знаете, конечно. Нет. Я не знаю. Откуда раздобыли? Ну, вот когда-то... Кто-то ж посадил в это дерево? Мы садили. Это два-три года. Что, молодое дерево? Два-три года. Где брали? Саженец. Здесь в отчурах. Так, в отчурах. Так что ищите там деревья. Да нет. Дело в том, что... Что значит в отчурах? Откуда там такая красота? Там все вымерзает. А на рынке сказали, что в отчурах. Ну, я догадываюсь так. Скорее всего, саженец с южных краев, раз сказали, что сачур. А у вас, у них же, это... В черемушках... В черемушках микроклимат уникальный. У нас обстоит... Вот это в черемушках. Вот. И, к сожалению, если бы я был бы моложе, я бы вас заплатил бы за ведерко, взял бы на косточки раз. Дальше я бы что сделал? Попросил бы у вас адрес, телефон. И купил бы у вас черенки на прививку. Но поплакался я, 74 года. Все, больше этим не занимаюсь. У меня такие же точно. Так, такие же точно. Вот. Они у меня идут под названием «Ника». Ладно, короче, от вас дальше информации нет. Ну, все равно, какой-никакой, фильм будет. Вот. И с вами приятно было поговорить. Знаете, почему? У нас осталось-то таких, как ваш, этот, царший небесный папа. Папе было 85, уже 6 лет. Ну, мы уходим, уходим. Вот благодаря папе вашему, благодаря еще там десяткам. Да вот что ты к ним прививал? Он на Ранетку, по три сорта, он прививал Белый Нолив, Антоновку. И даже Алматинский опорт. И у нас на дереве по 4 сорта было всего. На Эдай, когда брату дали, он в электровизни пошел. А, погодите, мы с ним, может, знакомы. Как фамилия? Отца? А, отца. Ой, да он Абаканский. А, Абаканский. Я-то, я-то, я-то на СААЗе работал. А, ну, на СААЗе сын, вот, Вася Менчаренко, он сейчас уехал в Таежный. Он с 96-го года работал на СААЗе. Ну, значит, мы с ним наверняка знакомы. Я с 84-го на СААЗе. Так, ладно, в общем, я не буду вас больше задерживать. Спасибо за... А вы не задерживайте. Спасибо за разговор. Если бы у нас готовлю шваток, а то стоим все равно. Ну, так вы закрываете, вот и не берут. Ой, все-все, все, я пошел. Это я шучу. Я пошел. Смотри, какая, а. Да что, нет, надо смотреть на нее. Посмотрите, прекрасные яблоки. Вот. Вот, фотографируй. Вот я когда такие возила, как у меня брали, а сейчас вот с дерева сняла, тоже старые деревья стали. Это снегири сорт. А есть икру, только где-то. Со снегирями я не знаком. Ну, они сладкие, они ближе к зиме. Понятно. Ладно, не буду я мешать, а то продумываю, что... А были тоже здоровые, они у меня раньше. И еще, вот смотрите, я всем говорю, вам всем. Я тоже торгаш, у меня опыт есть. Я сам с Украины родом. Поймите, вот человек проходит, да, он видит, написано, слива 400, он прошел. Но кто-то скажет, не подойдет. Пока вы не... Вот здесь такая же не будет у вас. Так, вот просто не подойдет, не спросит. А вот уже будет... Да ни у кого их нет, все равно, посмотрите. Все равно, вот единственный, кто правильно делает. Язык для чего? Язык. Бывает я... Посмотрите, сколько у вас язык. Посмотрите. Пока не повешите бирку, никто не подойдет. Я торгую каждый, через день. И надо будет вон отнесу женщинам, они купят там. Да, 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 все понятно. Это все ерунда. Надо будет в магазин отнесу. Нет, это не ерунда. Да, я по себе знаю. Тогда будет, позвоню. Я же иду, покупаю у кого-то 100 рублей, 120, 130. Я остался где 100. А у кого-то вообще нет этой цены. И я уже точно возле него не остановлюсь. Ну все. Я хотел вам помочь хорошим советом. Все, до свидания. Здоровья вам. Вам тоже. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.